Видео будет посвящено такому злободневному вопросу, как рамка игловодителя на бытовой чвейной машинке. Ну и по ходу видео как раз буду показывать, чем этот момент принципиален, почему такое возникает и что с этим делать. Поэтому наберитесь немножко терпения, ну и будем шаг за шагом смотреть, что это такое, почему происходит и что с этим делать. Итак, в чем основная проблема, то есть вы видите рамку игловодителя, как правило она в сборе идет, ну и конкретно по машине что происходит. Сейчас игла в нижнем положении, вот обратите внимание, идет люфт в нескольких плоскостях, то есть игла уже играет за счет того, что разбит сам игловодитель, разбитое отверстие. Ну и в принципе на этой машине работать можно, единственная оговорка в том, что если стретчевые ткани или тонкие, начинаются уже пропуски и соответственно некорректная строчка. Вот на этой машинке это только начало, но в данном случае по тем требованиям, которые есть, увы на тонкой игле машина делает пропуски. Вот как раз за счет того, что сам игловодитель разбит, ну и игла имеет такой ход или люфты. Именно это и послужило причиной замены. Ну и вот дальше будем смотреть, как это все происходит. Ну и в чем сложность иногда бывает, чтобы подлезть именно к рамке игловодителя, нужно не просто разобрать всю машину, полностью разбирается весь механизм и только лишь после разборки можно уже что-то делать. В чем сложность? Сейчас может быть это будет не видно, но мы попробуем посмотреть на следующих видео. В чем причина люфта? Сейчас снят узел нити притягивателя. Постараемся увидеть, то есть вот оно место, где входит сам шток, нижний упор, верхний упор, если это можно так назвать. И вот он сам, вот этот узел, который подработан. То есть вот уже пошли выработки. За счет того, что в свое время было не смазано, к сожалению, пошел люфт. Ну и еще одна из особенностей, эти машины, они имеют как раз саму рамку игловодителя, кронштейн из алюминиевого сплава. В принципе он неплохой, но за счет того, что в свое время не было смазки, в профилактике пошла выработка. А как этого можно избежать? Ну опять-таки, как будет сказано в следующих видео, или в прошлых, если вы смотрите, перед тем, как вы смазываете машину, обязательно ее нужно вычистить. И по большому счету все вот эти точки соприкосновения, где вал игловодителя работает в режиме трения с рамкой игловодителя, обязательно пару капель масла. Ну и сейчас вы можете увидеть, что вот здесь черная, то есть как бы машина в принципе относительно немного проработала, но за счет того, что появляется пыль, грязь, смазка уже выполняет фактически роль абразива, что приводит к дальнейшему износу. Поэтому, повторюсь, причина, как этого можно избежать, смазывать и также перед смазкой вычищать. Возникает вопрос, как часто? Как только машинка начинает создавать или издавать не такой звук, то есть для вас это уже звонок в отношении того, что ее надо просто прочистить и смазать. Ну, к сожалению, может быть, эта машинка не совсем удобно будет смазывать, но настолько, насколько возможно. Постарайтесь это делать. И в одном из следующих видео тоже будет показано, что же можно будет делать вот на подобных машинах с горизонтальным челноком. Ну, и вот теперь финиш. Машинка собрана. Здесь в этом видео не показаны все этапы разборки, сборки. Ну, и, в общем-то, суть была не в этом. В заключении просто что хочется сказать. В одном из видео делал монтаж, что иногда бывает смысл взять машинку как донора на разборку. В данном случае, скажем так, здесь нужно было покупать новую запчасть, но на некоторые модели, увы, рамок головодителя нет. Поэтому, прежде чем делать такой ремонт, ну, нужно просто посчитать его целесообразность. Это один момент. Ну, и второй момент тоже обязательно нужно учесть. Ну, что именно вы планируете шить и как. Потому что в некоторых случаях, собственно говоря, с выработками можно работать, но в некоторых случаях, к сожалению, это критично. Мы сейчас будем пробовать уже заключительный этап, проверка по ткани. Заводские отстройки по бифлексу. Здесь видим 3,5 см, ширина зигзага 1,4 см. Машинка идет довольно мягенько, запчасти оригинальные. Поэтому, как вариант, тоже имейте в виду, что занимаюсь компьютерными машинами. Есть возможность на некоторые модели взять комплектующие. И, в общем-то, контакты в шапке профиля. Контакты в описании под видео. Отписывайтесь. Возможно, смогу быть для вас полезным.